Здравствуйте! Мы на Эксперт КР в программе Культ Простер и я ее ведущий Евгений Павлов. Сегодня с нами в гостях Роман Морозов, сооснователь культурно-общественного центра Шелтер Плюс. Добрый день! И Евгения Морозова, волонтер Шелтер Плюс. Роман и Евгения организовали команду волонтеров и на протяжении трех дней, 7, 8 и 9 января, проводили рождественские вертепы на многочисленных площадках нашего города. Рождественский вертеп, что это такое в двух словах? Это представление средствами кукольного театра, иногда также с участием людей-актеров. Как это было у вас, да? И первый вопрос к вам, Роман. Все ли получилось, смогли воплотить задуманное в жизнь? За великим рахунком, если не брать каких-то дробных деталей, все вышло так, как планировали, даже лучше, чем ожидали. Потому что большинство локаций, куда мы ездили, мы были там вперше. Это были такие теории инкогнито, и мы не знали, куда мы едем, только была телефонная разговора. Но на самом деле мы увидели там, что там есть потреба в том послании, которое мы несли. Это первое, что было больше, чем мы ожидали. И второе, в команде волонтеров, в команде наших колядников, вертепников, была часть людей, которых мы хорошо знали, с которыми мы уже співпрацювали. А были абсолютно новые люди на кшталт девчины Карины, которая пришла со своим хлопцем-трубачем. Трубач брал участие в проекте «Музика без кордоней». Мы знали Віталю, а вона просто поруч. Потом з'ясовала, что вона скрипалька, и вона буквально ось с другой репетиции влилася. И для нас вона была теж неведома, але все спрацювали на відмінно, тому мы отримали даже больше, чем ожидали. А как реагировали люди? Евгения, можете сказать реакцию людей на разные локации, разные люди? Какая была реакция? Я еще дополню Роман ответ. По моему мнению, оно просто было по-другому немножко, как мы планировали. Планировали сделать более локально, а получилось. Люди передавали сарфанным радиом, в интернете появились тоже перепосты, и очень много зрителей, на некоторые локации пришло очень много зрителей. Ну а хотели сделать немножко по-другому, чтобы поменьше было зрителей, чтобы это было донести мысль конкретно, индивидуально. Но получилось, так все-таки массово оно. Понятно. А какое количество денежных средств было собрано? Это секрет, не секрет? Нет, это не секрет. Я, на жаль, точно цифру копейка в копейку не скажу. Это близко 7000 гривен. Это тоже больше, чем мы ожидали. И сам жанр колядников, вертепников, он понимает. Дайте дядьку 5К, 5К не такой, бла-бла-бла-бла. Мы понимали, что мы не хотим на какой-то такой дворовый уровень спускаться, но все равно люди открыты для того, чтобы жертвовать, чтобы давать гроши колядникам. Поэтому мы призначили такую глобальную и благородную мету. Мы собирали деньги на обладание сенсорной комнаты для детей с дитяшим церебральным параллитом в 8-м лекарне. На этот проект працюет наш благодейный магазин Добра. И мы, чтобы подсилить и быстрее собирать эти деньги, собирали на эту потребность. Да, и у нас не было самоцели насобирать деньги. У нас была сверхзадача вообще донести вот эту радостную весть, а это уже как бы… Это, в принципе, цель самого вертепа, правильно? Ну да, да. Ну, в принципе, если вы собирали деньги, какая сумма нужна, если не секрет, для этого центра? 18 тысяч потребно. То есть еще хотя бы один пару вертепов, да? Да, да. Но если там благодейный магазин Добра працюет, то уже, насколько я знаю, Майже вся сумма, вона уже, можливо, там, мы еще трешки с усилями культурно-громадского центра докладемо. И уже, я думаю, за месяц здесь мы сможем презентовать кимнату, на какую зібрав, в том числе и наш мадривный вертеп. Расскажите, пожалуйста, вкратце, из чего состоит вертеп? Вертеп складается из двух частин. Это святская частина и религийная частина. И религийная часть, она не изменена, это про народжение Иисуса. Святская частина, ее, зазвичай, в вертепах, которые творятся в других местах, они берут сценарии 17-18 столетия, Використовуючи ті социальні проблеми и жартуючи с приводу тих проблем, которые были тогда. Ну, и сегодня они не актуальными, там, якийсь еврейшин кар, чи якийсь москаль-солдат, хотя москаль-солдат – это тоже актуальная проблема сегодня. Но мы пошли шляхом створить власную свою святскую частину, Використовуючи ті проблеми, которые есть в Кривом Морозе. Это и дороги, и выборы, и бюджет города, и, власне, жартовали над нею. И финал всего вертепа – это показать, что народжение Иисуса есть ответственностью, есть решением на те социальные проблемы, которые есть в суспільстве. По структуре, в принципе, понятно. А мне интересны костюмы. Наверное, вопрос к вам, Евгения. Может, больше разбирайтесь. Вот мы можем увидеть на фотографии колядников начала 20-го столетия. Криворожских. Да. Вот как бы традиции у нас уже давние, намного. И интересно, насколько ваши костюмы традиционны, и выдержана ли какая-то была у вас стилистика? Ну, смотрите это. Вертеп, он всегда должен быть актуальным. Вот. Ну, как вот святая часть, она всегда актуальна для человечества. Потому что у нас есть надежда – Христос родился. Также и вот эта вот народная часть, она всегда должна быть актуальна. Мы взяли украинский костюм, но сделали его таким площадным. У нас все, ну, чтобы вы просто, кто работал с нами и кто вникал в это все, мы очень глубоко к этому, ну, копнули. То есть зависит от времени, да, больше? То есть это традиции соблюдается, но время тоже как бы свои поправки вносит. Да. Ну, смотрите еще. Это в контексте нашего города и в контексте работы, которую мы делали. Мы хотели, чтобы наш вертеп, он был на площадях, он был таким уличным. Вот. И первый год, когда мы делали в 2014 году, он так у нас и получился. Он был очень массовым. И костюмы, которые шились, вот ткани, образцы, которые подбирались, они были очень пестрые, такие площадные. Но даже ткань, которую мы взяли, если у вас есть фотография, можете показать, вот она получается символом пысанки. Вот вся символика, которая взята в этой ткани, она перенесена из пысанкарства. Но это тоже очень интересно. Очень интересный фактор тоже я замечал. Акчоры вашего вертепа зарисовывали лица полосами, глаза. Это какой-то знак традиции или что это? Да. Ну, если вы заметили, у нас даже Мария, Иосиф и новорожденный спаситель, тоже Иисус, они сделаны в стилистике куклы-мотанки. Вот. И это... Я перепрошу, только еще два слова про структуру вертепа. Она складывается, как вы уже сказали, с кукольной частины. Это, власне, сама скрыня, шопка, еще я ее называю, где есть куклы. И есть актеры живые. И дальше, ну, что просто, кто не видел, то есть и куклы, и куклы, и люди, которые... Евгения, продолжай далее. Которые являлись у нас в вертепе символом вот этого вот оберига. Как Иисус, как святое семейство обериг для всего человечества, так и мы, украинцы, представляли. Вот. Мы, этот народ, мы должны быть оберигом для Украины. И, Роман, теперь вопрос к вам. Собственно, за отделом культуры жертвного района, Оксана, под глазами в фейсбуке написала, что вы умудрились из рождественского вертепа сделать политическую акцию. Лично я, возможно, не соглашусь с ней, что именно политическую акцию, учитывая структуру, да, и традиции вертепа, из чего он состоит. Но все-таки, может быть, политика это лишняя. Ведь, как я понимаю, вертеп он подразумевает объединение людей. А политика никогда не была объединяющим фактором. Ну, и, по-перше, я не думаю, что это был официальный комментарий, как от отдела культуры, это был и приватный комментарий. Но, правда, для многих людей, ну, они были дещо удивлены тем, что мы висменивали проблемы города. Ну, я уже сказал, про это, троехи ранее, про структуру вертепа. Это традиционная свитская часть. И мы ее использовали абсолютно легитимно в контексте традиций украинского вертепа. Починался вертеп, он просто, как стилизация, как просто фигурки, которые ставились в церкви. Но потом люди начали делать какие-то такие вещи, которые не были в контексте церкви. И поэтому люди выходили на площадь с этими фигурками. И, когда они что-то показывали, конечно, там есть конфликт. Есть народженный Иисус, есть Ирод, который хочет уничтожить своего конкурента. Потому что Иисус – потенциальный претендент на царство. Он проголошил себя царем. Хотя он маленькая дитина. И вот этот конфликт Ирода, царя, и, то есть, представьте себе, украина, 18-го столетия, цар, ну, выкликав прямые асоциации. Люди поджартовали. И так народилась ця свитская частина. Потом появился козак. И мы, когда в 2013-м сделали, у нас там таких два яруса неба, тобто там свята частина, и другой ярус в том домике, в этой земле. Роман, это понятно. Но, в принципе, смотрите. Про контекст политики. Да, вот структура, она ясна, как бы, она традиционная, да? Но, возможно, внести структуру какие-то изменения и не трогать, к примеру, политику, а шутить на другие темы. Это вы уйдете от традиции, уйдете от структуры. Ну, да, мы не брали политическую тему. Мы шутили над дорогами, мы шутили над актуальными темами, которые сейчас беспокоят. Ну, политика, она и в принципе актуальна. Но проблема в том, что, я же говорю, политика, она никогда не объединяла людей. Вот в чем проблема, наверное. Ну, да, у нас просто в городе очень много проблем. Вот. И что бы мы ни взяли, это тоже политическое. Тобто, идея в том, что объединяет не политика, объединяет народженный Иисус, который несет надею. И просто, если мы говорим, что Христос народился, ну, это просто из какой-то религийной сферы, это, ну, народился, и что? Но, когда мы проголошиваем это слово в супермаркете, когда мы говорим про это на улице, и когда мы говорим в контексте, там, дороги латают, это предмет означает, что выборы триваются, люди понимают, что это актуальное послание. И для нас народжение Христа, это не подия, какая-то из релегийно-мифологической, максимум-историчной, минулщины, там, 2000-летней давнины. Это Христос народился, и Он еще живет. И вот то, что там выборы триваются, дороги латают, там, бюджеты разделили, это люди понимают, что это послание в контексте их жизни. И когда мы говорим, что Христос народился, то это не какой-то абстрактный, бла-бла-бла, там, мир трудма. Это конкретный меседж, конкретное послание до наших співгромадян. Есть надежда в контексте этих проблем. Спасибо, Роман. Ну и, в принципе, продолжая традиция, планируете ли в следующем году организовать рождественский вертеп? Ну, это все зависит от команды и зависит от желания команды. А как можно принять участие в вашем вертепе? Что для этого нужно? Желание. Да, Роман может. Бажание нужно, и плановать сейчас очень сложно. Все очень быстро изменится. И мы до последнего момента, ну, у нас был один в начале сценарий, потом мы бачим эти народные вечера, какие-то, ну, и бачим какие-то тенденции, которые есть в городе. Мы понимаем, что такой площадный, а-ля ВИЧЕ-вариант, ну, про то, что Женя уже сказала, мы хотели, чтобы он был более камерный, от квартиры до квартиры, ну, то есть от хати до хати, но в контексте города. Вот. Поэтому мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если мы верим, что будет уже мир, будет нормально, стабилизуется политическая ситуация, мы просто будем больше его развивательным робить, таким, больше, какими-то, в одному карнавальном таком контексте. Если будет такая загроза, мы снова-таки будем шукать тот выход и тот актуальный вариант, который будет. В принципе, понятно, да, то есть все зависит от волонтеров, но у вас у самих, как я понимаю, энтузиазм и желание на следующий год есть. Да. Это замечательно. Потому что мы любим Бога, любим Украину, и нам не безразлично, что делается у нас в городе. И вопрос такого характера, а если бы учреждения культуры, образования проводили рождественские вертепы в обязательном порядке, помогло бы это популяризации? Все, что спускается с горы, оно працюет не очень хорошо. Конечно, что оно спускается с горы, и внизу есть какие-то энтузиасты, которые подхопливают, и для них уже это входит, как властная инициатива. Но за великим рахунком, будь-яка беззалавка, мы бачим это на День независимости, есть много мастеров, есть много активных людей, но их, когда 24 серпня, когда школы еще не начали працювать, а их выгоняют в парк, вчители мают где-то их найти. И мы бачим, как это все выходит. Поэтому отрожжение традиций, вертепу, это очень-очень классно, но то, что нужно делать с боку Министерства культуры или освещенных закладов, это не насаживать это с горы, а поддерживать те инициативы, которые выникают снизу. То есть поддержка, если бы была какая-то ты сполком, вы были бы не против, да? Я думаю, это был бы совсем другой вертеп. Вот вертеп, рождественская мистерия, она всегда была, но люди, вот там, например, студенты, бурсаки, они вносили, ну, они добавляли своего, и колорита добавляли, и своих тем. Он всегда был. И мы сделали, по сути, мы сделали классический вертеп. Мы взяли актуальные темы, ну, и сделали все по канонам. Спасибо большое. Напомню, в проекте Культ Простер сегодня в гостях у нас были Роман Морозов и Евгения Морозова. Подписывайтесь на наши странички в Фейсбуке, ВКонтакте, на наш сайт и на страничку в Ютубе. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин